Всем доброе утро! Начинаем новый влог с того, что будем собирать елочку. Малыши играются, а я буду сейчас ставить кашку. С утра я делаю зиму отсанку, чтобы она была теплая. Я беру вот такую вот сюда отсанку плющеную, то есть она долговаривается. То есть это просто как зерно, которое немножко расплющено. И сюда добавляю пару ворстей водкой разноцветной кино. Мне очень нравится, она, скажем так, незаметная, но польза есть в каше. Отдельно кино очень редко люблю, потому что меньше нравится. Мне нравится она в салатах, но это больше уже, в общем, это надо планировать, чтобы делать такой салат, куда она подойдет. А вот в кашу каждый день мне это очень удобно. Итак, все элементарно просто. Заливаю овсяночку и кинула водичкой, варю где-то полчаса и кашка готова. Также делаю чай каждое утро. У меня вот есть такой вот термо на 1 литр. И сюда я завариваю чай, чтобы он у меня был уже заварен на полдня. Потому что на салате не хватает литра. А сейчас я заварю вот такие вот травы мальфара. Тут разная смесь. Крапива, сунычца, глипча, бре, зверби, риса и ромашка. И к ним еще добавлю для вкуса от лимонграсс и яиц. И также с утра обязательно еще сделаю лимонную водичку с куркумой и имбирем с черным терпелем. Тут я показываю, как я делаю полезную водичку с утра. Выдавливаю по четвертинке лимона себе и мужу. Уложу имбирь мелко-мелко нарезанный или натертый на терочке. Добавляю по четверти чайной ложки куркумы на глаз. Когда больше, когда меньше. И заливаю... А, еще обязательно черный перец для активизации куркумы. И заливаю это все 80 градусным или 90 градусным кипятком. Единственное, что обычно я еще разбавляю сверху просто холодной водичкой. А тут что-то забыла. И заливаю остаток чайника в термос со своим любимым чаем. И все. Можно пить. Также с утра я люблю как дополнение сделать еще сырнички из пшенной каши. То есть они пшеннички. Продолжаю свой влог. Мы приехали на выставку, где представлена моя картина. Сейчас я вам покажу ее поближе. Вот. Да, Тимурчик, это мамына картина. А это уже нет. И это нет. Только одно. Нет. Вот. Это проходит выставка в доме художника. Кому интересно, приезжайте. Так, мы приехали на главную елку страны. На Софийскую площадь заскочили. Еле припарковались. Но посмотрите, какая тут красота. От елочки сделаны такие классные огоньки. Вау, да? Так, у нас сейчас серое утро за окном. Мы вчера съездили в торговый центр. И я там купила себе курточку. Это первая. И вот зашла в аптеку и купила для Захарчика. Который вон там тусуется немножко. Такие средства. Значит, вот этот цикопласт. Потому что у него есть немножко корочки еще на голове. Пробовала и другие средства. В принципе, мы полностью от них избавились. Но эта штука вообще нужны вещи в холод и всякие ранки. В общем, это пригодится. Я его как раз хотела. Вот он идет в такой коробочке. Вот смотрите. Он и какие-то покраснения, пошкоджения, зовничные подразники, опики. В общем, укусы камах. В общем, все подходит. Не только детям, но и взрослым. Естественно, как любое средство. Это просто взяла лосьон. Буду брать с собой в бассейн. После водички мазать. Потому что немножко суховатая кожа получается у малыша. Также взяла еще в себе вот такую вот цветку. Крем для чувствительной кожи. Он такой увлажняющий. В общем, и на день, и на ночь к цели подходят. Хотя сейчас пользуюсь маслами. Просто там, получается, была акция. Берешь один. Вернее, берешь два. Третий в подарок. Поэтому я уже взяла что-нибудь себе. И дали мне еще в подарок вот такой вот наборчик. В общем, приятно. Потому что неожиданно. Сейчас покажу, какую я себе курточку еще купила. Так, смотрите, я очень долго выбирала себе курточку. Я уже, в принципе, можно сказать, и шла за одной. Но когда я ее второй раз примерила, она мне вообще не понравилась. Хотя она первый раз произвела на меня большое впечатление. В общем, потом я зашла еще в Керен Клянь. И это была, можно сказать, любовь с первого взгляда. В общем, на видео видно, как она красиво переливается. Ну, это ткань. Это не пластик какой-то. Захарчик там поет песни. Внутри она вот такая. С синтетическим наполнителем, который там чуть не моментально сохнет после стирки. Так, и она как раз такой средней длины, короткая и не длинная. Сейчас покажу ее, вернее, когда буду на улице, покажу, как она выглядит на мне. Еще, конечно, к ней мне надо шапочку. Ну, в магазине ничего не было. Такое прям подходящее. И сумочку хочу купить под нее. Ботинки я уже купила. Так что все вам покажу. У меня даже двое ботинок под нее подходит. Как раз то, что надо. Мне очень нравится, что она и яркая, и не яркая одновременно. В общем, кому понравилась новая коллекция, ведите в магазин. В общем, можно примерить, посмотреть там. Есть интересные варианты. В общем, тут я решила показать немножко утром Дня Святого Николайчика, как Тимур искал свои подарочки. Что, нету подарков, Тимур? А ну поищи, может все-таки есть. Так, Тимур, так ты себя хорошо все-таки ввел. Все-то никого и все знает. Вау, как ты. Что-то нашлось. Вау. А это что такое? Пижамки. Пижамки. Ты любишь такое? Я такие. Я такие хотели себе. Вау, там с машинками. Класс. Я такие хотели себе. классно давай а знаешь что это такое вот это это тут такая чашечка к ней краски и чашечку надо разрисовать запечь в духовке и можно будет с нее пить чай классно а это такой вот алфавит на холодильник дам приклеим буквы изучать а в этом же надо в башмачке еще проверить носочки что там есть пару конфет целый башмак конфет ого какой тяжелый наверно ты себя очень хорошо вел что тебе стойко расскажите себя хорошо вел показываю как обычно малыши играются вроде бы кажется как и не могу играть вместе но он все таки развлекает заказы ими рассказами игры и захарчик радует рядом возле тимура тимуру не обижают в целом относится хорошо без особой какой-то ревности так она может сильнее обнять чем хотелось бы в целом нормально мои малыши карандашик вы малыши карандашик итак у нас утро нового дня я решила сделать панкейки делаю редко потому что это все время и плюс это не самая полезная еда поэтому на выходных делаю тебе вкусно когда кто-то доел тот и говорит только тот и в ручку подымает и говорит тебе что я уже поел в садике остап учат это мы это говорим но нельзя просто выйти со стола вот мы уже нашли новое место где у нас бустая елочка в этом году в комнате у тимурчиком но никак у нас не доходили руки наконец-то начать его украшать стояла долго коробочка с игрушками и мы потихоньку наверное целую неделю по чуть-чуть украшали тимур помогал все помогали в общем мы и таки украсили со временем вам покажу какая у нас получилась елочка с огоньками красивая тимурчик тоже время от времени подходил и вешал какие-то игрушки хоть не всегда и было время на это это в середине декабря у нас начался мороз и выпал дождь все заледенело машина заледенела очень сильно и мы ее долго пытались отшкребать от льда для того чтобы поехать по делам и заняло это у нас на минут 40 было конечно весело тимур успел в это время пока машина размязалась покататься на такой тарелке потому что все наши тротуары это был один сплошной люк по крайней мере это было весело ну буквально это продержалось пару дней потом все растаяло захарчик в это время поспал малыш как это ни одного пещерного животного заскулил драка якобы даже летучие мышки спросила драка сьюзи и ежика нельзя и даже саламан трожилась на посмотреть на драку папу драка пауль чтобы мне здесь и мухи не был строго приказал тот так я сейчас пока тимурчик занят захарчик спит делаю опять какао на кунжетном молоке рецепт выставляла отдельно кому интересно посмотрите очень полезный напиток получается с большим количеством содержания кальция это как раз то что мне надо делала вот пиццу тесто поэтому осталось еще не успела помыть так что приступим больше всего мне радует пенка всегда в этом какао после блендера приготовила небольшую пиццу вместе с вами будем сразу так запотела красота морщик аккуратно горячим вот такая пицца и маленькие пицца как назвать с вареньем для тимура тимур ты будешь маленький пицца отлично сейчас будем пробовать посылочка сваться на первое это подвузники хагис или софт мы их берем с рождения в принципе меня не нравится как по мне то оптимальные по цене и по качеству особенно на ночной сон это как бы вообще маска сейчас уже беру четвертый размер помню с тимуром я четвертый размер начал брать точно после года захарчику пять месяцев и вот он уже восемь с половиной килограмм поэтому беру вот четверочку в первый раз и конечно качество у них обалденно всю ночь выдерживают очень редко когда протекают и еще также я беру обычно более экономный вариант но я вам потом их покажу его цене была самая хорошая цена и кстати очень быстрая доставка я вчера заказала получается вечером и вот сегодня мне уже с утра звонили пытались доставить уже целый день но я была немножко занята также очень-очень месяц необходим был вот такой вот спрей господи что у меня с фокусом вот такой спрей у меня очень сильно путаются волосы постоянно делаю то пучок то хвостик чтобы малыш мне за волосы сильно там не делал потому что за все хватается и я помню еще со студенческих времен такого поколочка красиво очень любила вот эти вот спреи они вроде как помогают расчесывать потому что часто очень путаются волосы в общем решила взять такие двухфазный спрей для легкости расчесывания также взяла свой любимый шампунь бальзам у меня пока что есть тоже этой же фирмы а вот шампунь закончился вернее там есть на дне чуть другого поэтому вот взяла своей любимой фирмы наконец-то потому что до этого до этого было другие так дальше вот так часто беру она смешивается стирается ломается и вот я обновила 1 ётка пенза очень-очень тонкая тонкого помола для ног то есть она очень хорошо отшелушивает если есть какие-то если есть в этом необходимость в общем она такая прямо классная мне нравится я сначала тру более такой жесткой пензы такой пористый но знаете как под натуральный такой как такой камень с пузырьками а потом вот этой вот прохожусь и мне очень нравится результат и вот 20 даже подарочек так что это у нас это маска для лица ночная класс именно вот кстати хотела заказать какую-то маску но мне бы у меня возможности полазить по сайту поэтому сейчас основном все маски вот такие вот но как одноразовая поэтому немножко я в них потерялась поэтому спасибо на такой подарочек очень даже то что надо попробую вдруг она мне понравится закажу в большом варианте небольшой заказик мы опять приехали в бассейн все уже не спят его смотрите как он выглядит внешне вот под красивый рисунок бассейн доставай колечки в бассейне есть еще небольшая детская комната там такой вот бассейник шариками где тимур проводят время пока ждет когда захарчик покупается и после пока остывает класс какая книжечка интересно а это захарчику так и словный чок а ты пасан ты свою книжечку там наверно тебе будет более интересно так тимурчик уже показывает свою новинку книжку про тело человека вот такой скелетик есть ты будешь с ним мериться кто больше скелетик или ты так ты вот так вот мне кажется ты больше уже чем этот скелетик ну-ка точно больше я уже ножки длиннее чем в книжечке захарчик скоро будет подходить по этот скелетик а теперь тимурчик хочет проверить мышцы да давай переворачивай с другой стороны мышцы надо вот так вот отодвинуть сюда подходишь подходишь как там подошел твой размерчик ну отодвинься посмотреть точно подошел или нет точно мы были в магазине метро ой нигде нету надписи купили да он тимур у машинки выпросил такой набор hot wheels и моего мужа молодежи и мы его немного покупали то что нам надо будет на праздник полезную и не полезную еду кстати вот из того что интересного купила вот такие вот игрушечки на елочку конечно же не стеклянные потому что у нас и пластиковые бьются елка в прошлом году раз 10 падала переворачивалась я увидела чипсы из коричневого риса с паприкой захотелось мне попробовать и вот такую вот игрушечку такой олень он еще он короче как погремушку вот так же еще был авокадо по акции в метро по 19 день а так все остальное потом еще дома покажу потому что взяла смотри какой наста интересную упаковку с шампунем я люблю шампуни с дозатором тут целый получается литр или больше а литр да литр понтина дозатор думаю что будет удобно вот так у меня тут готовится обедик чтобы вы не думали что я всегда только супер хозяйка вот такой у меня будет вареники с вишней вареники с капустой захотелось мне и даже такое вот тесто решила делать маленькие булочки в общем у меня сегодня самый ленивый вариант на свете ну надеюсь что это будет вкусно а еще у Захарчика вот такая классная шапочка мышка или кто это как вы думаете какой-то зверушка она такая пушистенькая пушистенькая мягенькая и очень тепленькая шапочка у Захарчика Мурочка ты раздевайся давай то сидишь тут уже полчаса в коридоре то одеться невозможно то раздеться невозможно у вас дети сами одеваются нормально потому что у нас это целая проблема но это не так